Вот эта кость принадлежит существу, обитавшему на Земле, по мнению ученых, 27 миллионов лет назад. Этилодонту, доисторическому кабану. Символична эта находка в преддверии Нового года, которая по китайскому календарю будет проходить под знаком желтого земляного кабана. 27 миллионов лет на нашей планете жил такое замечательное существо, как этилодонт или динохиус. Это был, как говорится, доисторический кабан, достаточно большого размера, то есть от 2,5 до 4 метров высоты. Который весил несколько тонн. Существо было крайне свирепое, всеядное, склонное даже к каннибализму. Клуб любителей палеонтологии начал работу в октябре этого года. На счету уже более 300 находок. Все экспонаты найдены на территории региона, на берегах рек, в лесу, возле болот, в карьерах. Чаще всего это происходит весной и осенью, когда вода размывает серые юрские глины. Наш символ. Вот она, грифея, конкретно окаменевшая, древняя раковина. Даже не древняя, а древнейшая раковина, собственно говоря. Вот такие вот живые существа некогда населяли территорию нашей Рязанской губернии, которая была дном теплого Юрского моря. Кроме того, по словам Андрея Лепешкина, здесь водились палеозавры и леоплевродонты. Это гигантские ящерицы юрского периода. А еще дивонские рыбы. На этом камне вот видно, вот трагедия того периода, вот видна плавник рыбы, в который впились, явно впились, три зуба. То есть вот одна более крупная рыба схватила рыбу помельче. Потом они как-то засыпались землей или чем-то, или песком, или чем-то. Так сохранились до наших дней. Сейчас на счету Андрея не одна уникальная находка. А началось все вот с этого коралла, который он нашел в детстве на берегу реки Аки. Сейчас свою любовь к древностям он передает подрастающему поколению. Георг Фоменко настолько увлекся данным занятием, что без труда ответит на любой вопрос об аммонитах, грифеях и белемнитах. Вот этот вот белемнит тоже порядка 20 и даже 30 метров достигал. Вот, в длину. Он очень острый. И еще эти белемниты очень древние. У них еще вот тут должно было вот такое примерно продолжение быть. И там тогда торчали, в общем, голова у них вот здесь, получается, торчит, и тут идут щупальцы. Вот, а вот если щупальцы вот так вот раздвинуть, тут будут такие острые зубы. И они вот так вот охотились. Среди уникальных находок есть и камни, на которых рукой человеком нанесено изображение Одина, героя скандинавской мифологии. В планах клуба тесное сотрудничество с ведущими научными институтами и общественными организациями, занимающимися палеонтологией, а также созданием Народного палеонтологического музея. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».